Кто сказал, что производители не думают о своих клиентах? Компания Nokia уважает выбор каждого клиента и поэтому продолжает выпускать обычные телефоны с кнопочками. Яркий, стильный, современный, тонкий, на две симки, да еще и с кнопками? Да, пожалуйста. Знакомьтесь, Nokia 225 Dual SIM. Конечно, Nokia цветов не занимать. Как всегда, дизайнеры представляют широкий выбор. Первое, что бросается в глаза, это сочный цвет корпуса, который выполнен из шероховатого матового пластика. Наконец-то глянец вышел из моды. Телефоны реально удобно держать в руке. Как по мне, такие габариты для мобильного телефона самое оно. Весит девайс около 100 грамм. Также порадовали полноценные клавиши. Ход кнопок в меру жесткий. На первый взгляд, конструкция телефона кажется монолитной. Но не тут-то было. Разработчикам уж очень понравился такой вариант корпуса. Нужно отдать им должное. Девайс собран хорошо. Ну а для того, чтобы поменять симку, придется приложить немало усилий. Но если вам все же удастся разобрать телефон, то вы обнаружите аккумулятор емкостью 1200 мАч, слоты для двух сим-карт и карты памяти. Производитель на официальном сайте говорит, что одного заряда аккумулятора хватит на 21 час разговоров. Nokia 225 Dual SIM поставляется в комплекте с зарядкой и наушниками. Дополнительных сменных панелек не предусмотрено. С функциональными разъемами все предельно просто. На верхнем торце гнездо для наушников, фонарик и разъем для зарядки mini-USB. Остальные торцы чисты. На тыльной стороне единственная двухмегапиксельная камера и громкий динамик. Ну что сказать, камера есть и это уже хорошо. Настроек минимум. Камера понимает два режима съемки. Автоматически и ночью. Зато есть двукратное цифровое увеличение. Качество фотографий как для двух мегапикселей терпимое. Конечно, в помещении с обычным освещением количество шумов зашкаливает, но на улице фотографии получаются намного лучше. Кроме этого, телефон пишет видео с разрешением QVGA 320 на 240. Ну мало ли, может кому-нибудь понадобится. Еще с давних времен я помнил стандартную комбинацию клавиш для того, чтобы заблокировать любую Nokia. Ну каково же было мое удивление, вернее шок, когда я понял, что эти комбинации не работают. Оказывается, теперь нужно нажимать кнопку выключения и быть внимательным. В левом нижнем углу заветная запись и, как вы наверное догадались, нужно нажать левую функциональную клавишу. Вот так-то. Что же касается экрана, то здесь обычный LCD-дисплей с диагональю 2,8 дюйма и разрешением 320 на 240 точек. Плотность пикселей 142 ppi. А соотношение сторон 4 к 3. Запас яркости у дисплея большой. Но, как вы понимаете, картинка далеко не гладкая, да и углы обзора не велики. При небольших отклонениях цвета тут же инвертируются как им угодно. Хотя, наверное, с моей стороны, сравнивать экран мобильного телефона с экранами фаблетов это не совсем корректно. Nokia Lumia 225 Dual SIM это отличная звонилка с обычными кнопками. Вы же не будете смотреть на ней фильмы. Ведь не будете? Так что для своих функций такой экран идеален. Девайс сможет подключиться только к блютусу. Wi-Fi не завезли. Работает устройство на операционной системе Nokia OS. Версия Series 30+. Меню отвечает на все запросы быстро и корректно. Nokia 225 Dual SIM это яркий девайс по доступной цене. Как по мне, это гаджет, которого не хватало. Ведь практически все производители бегут в гонки за девайсами будущего, не обращая внимания на людей в настоящем, которым нужны обычные телефоны. Ну а нам нужны обычные лайки и новые подписчики. До новых обзоров! Пока!